Здравствуйте! Меня зовут Андреева Екатерина. Я педагог-психолог и монтессори-педагог. Сегодня я расскажу вам, как самостоятельно дома заниматься с ребенком. Тема нашего занятия сегодняшнего – животный мир. И покажу я на примере игр от компании Бонзи Бон. Первая игра, которую я хочу вам представить, называется «Допрыгался». Это очень веселая игра и вместе с тем очень полезная. Сейчас покажу, что внутри. Играть в эту игру можно как с одним ребенком, так и с несколькими. Подходит от самого маленького возраста и для деток постарше. Внутри у нас есть мешочек для того, чтобы брать игру с собой куда-нибудь в путешествие, в дорогу. Очень удобно, все продумано. И набор карточек. Карточки разделены на четыре категории. Дикие животные, насекомые, рыбы и птицы. Карточки выглядят вот так. Посмотрите, какие яркие, сочные изображения. Как я говорила раньше, игра подходит для самых маленьких деток нежного возраста. Это детки до года. Для таких деток вы просто используете карточки, показываете ребенку и называете, что там изображено. Это пчела. Это муравей. И так далее. Поскольку здесь такие яркие картинки, то взгляд ребенка они прямо притягивают. И детки, даже которым три месяца, уже пытаются фокусировать свой взгляд на картинке. Что касается деток немного постарше, это детки от года до трех лет, то здесь можно предложить другой вариант игры. Вы раскладываете перед ребенком на столе карточки по категориям. Вот, допустим, насекомые возьмем, рыбы, животные, дикие животные и птицы. Ну, так возьмем, по одному представителю каждой категории. Сначала вы знакомите с каждым представителем, объясняете, что такое птица, как определить, что это птица, что у птицы есть там крылья, клюв, кто такие рыбы и так далее. А потом вы уже объясняете ребенку, что есть разные представители животного мира. Что рыбы, они живут в воде, птицы летают по воздуху. Таким образом, ребенок ознакомится с целым понятием животный мир и с его подкатегориями. Теперь расскажу, как украсть с детками постарше. В колоде у нас есть не только представители животного мира, но и еще есть джокеры. Сейчас я найду их и покажу вам, как они выглядят. Вот, джокер у нас выглядит вот так. И сейчас я объясню, для чего нужен джокер. Еще хотела сделать такое замечание, что на карточках есть небольшие подсказки. Вот, посмотрите, в верхнем правом углу вы видите такой кружок. Если вдруг затрудняетесь определить, какой категории принадлежит это животное, скажем так, то этот кружок вам поможет определить, что это относится к категории насекомые. Сейчас возьмем фламинго. У нас видно, подсказка есть, что это птицы. Итак, с детками постарше мы играем следующим образом. Раскладываем карточки, рубашка вверх. Рубашка – это вот эта вот зеленая сторона, где не видно, что изображено на самой карте. Раздаем поровну каждому игроку. Если вы играете с ребенком в первый раз, и ребенок еще не очень большой, то лучше не использовать все карты, а часть отложить. Итак, раздали карты, и первый игрок начинает свой ход. Открывает карту и говорит, у меня животное. А следующий игрок уже делает ход рубашкой вверх. Можно вот так открыть, посмотреть, какие карты тебе достались. И можно блефовать. Если, допустим, у меня нет животного, а есть только птицы, что делать? Я кладу карточку и говорю, это животное. И задача моего противника – поверить мне или нет. Если у противника возникает сомнение, то он кричит, ага, допрыгался, и открывает карту. А тут у нас совсем не животное, а насекомое. Мой блеф не прошел, значит, я забираю все карты себе. Если же я положила, я не блефовала, а на самом деле положила в колоду животное, а мой оппонент сказал, ага, допрыгался, открывает карту, а тут и правда животное, тогда он забирает все карты себе. И в конце игры мы подсчитываем, у кого большее количество карт. Кто набрал большее количество карт, тот проиграл. Кто набрал меньшее количество карт, тот выиграл. И теперь поясню, для чего нужен джокер. Если у вас, вам попался джокер, и вам надо сходить к животным, но у вас нету представителя дикой природы, вы кладете джокера и говорите, у меня здесь джокер, животное. И также можно поменять направление игры. И, допустим, сказать, я кладу джокера, и теперь мы кладем в колоду рыбы. И также задача оппонента, поверить или нет. Если вдруг, говорит, ага, допрыгался, смотрит, а здесь джокер, то он забирает все карты себе. Игра обычно проходит очень весело, очень эмоционально, детям безумно нравится, да, и взрослые тоже с удовольствием играют в эту игру. И с помощью игры, такой веселого времяпрепровождения, ребенок знакомится с очень важными понятиями и запоминает их очень хорошо на глубоком уровне, благодаря тому, что он все эти ситуации проигрывает. Игра развивает концентрацию внимания, память и логическое мышление. После того, как вы поиграли в эту замечательную игру, можно предложить ребенку позаниматься самостоятельно. Сейчас я вам покажу просто восхитительную вещь. Это действительно прям мастхэв, я бы сказала. Называется «Шнуровка зоопарк». Продолжая нашу тему знакомства с животным миром, закрепления всех пройденных материалов, нужно предложить ребенку позаниматься со шнуровкой. Когда я работала в Монте-Сторе в детском саду, у нас был похожий материал. И дети могли буквально часами сидеть и заниматься с этим материалом, настолько это их увлекало. Помимо того, что это увлекательная игра, еще она очень полезна для мелкой моторики. Сейчас я вам покажу сами карточки, а потом объясню, почему же она так хороша для развития моторики. На карточках у нас изображены различные животные. Карточки плотные, хорошие, твердые. Ребенок их случайно не сломает, ничего с ними не случится. Игры вам хватит на долгое-долгое время. И есть набор различных шнуровок. Что хорошо в играх от Понди-Бон, когда вы достаете какую-то игру, в ней есть уже все необходимое для того, чтобы полноценно провести занятия. Вам не надо больше ничего готовить. Когда я только начинала работать педагогом, то многие материалы дидактические я делала своими руками. Сейчас же благодаря вот таким наборам можно взять и уже провести готовое занятие. Причем все сделано очень качественно, профессионально и продуманно. Вот смотрите, даже на примере шнурочка вам покажу. У него есть такое жесткое окончание, которое имитирует иголочку. Благодаря этому очень удобно вставлять шнурок в нашу карточку. На обратной стороне карточки есть схема, благодаря которой ребенок знает последовательность, в какую дырочку дальше вставлять наш шнурочек. Смотрите, я вам покажу, как это делается. Мы берем шнурок. И вот смотрите, вот здесь начинает работать мелкая моторика. Во-первых, для маленьких детей это нам с вами, взрослым, просто. И то не с первого раза бывает взрослый попадает в эти дырочки. И шнурочек вот может выпадать. А для ребенка это еще сложнее, во много раз сложнее. И здесь требуется большая концентрация, чтобы попасть в нужную дырочку. Вот ребенок попал шнурочком в нужную дырочку. А теперь ему надо перехватить с другой стороны этот шнурочек и вытащить. Дальше он вставляет в следующую дырочку. И опять-таки надо попасть в эту дырочку и перехватить шнурочек. Вот видите, у меня даже не получилось с первого раза. И перехватить шнурочек с другой стороны. И вот такими вот стежками, следуя вот этим стрелочкам, ребенок делает свой узор. И это действительно очень сильно увлекает детей. Они могут долго-долго сидеть и заниматься с этой игрой. Сейчас я вам покажу готовую. Уже заранее я подготовила картинку. Вот так вот выглядит это в конечном варианте. Здесь также вот сзади, помимо того, что есть схема, здесь предложены варианты цветов, ниточек, которых вы будете использовать. Но можно каждый раз использовать разные цвета. В этот раз я вот сделала пальму зеленой, полоски у зебра черной и забор оранжевый. Можно заменить цвета у ниточек и у нас уже получится немного другая картина. Вот такая замечательная игра. Ну и, конечно же, огромный-огромный плюс в том, что ребенок самостоятельно сидит и занимается, а вы в это время можете поделать какие-то свои дела. И последняя на сегодня игра, которую я хотела вам показать, называется «Загадки от медвежонка». Играть можно также как с одним ребенком, так и с несколькими. Отлично развивает логическое мышление, память, познавательные способности. И также вы можете закрепить те знания о животном мире, которые изучили ранее. В коробке у нас также есть мешочек, который удобно брать с собой. То есть, если вы куда-то едете в путешествие, вам не обязательно в чемодан засовывать вот такую коробку, которая может занимать много места. Взяли просто мешочек. Этот мешочек поместится в любую дамскую сумочку. Посмотрите, как он мало места занимает. Зато в этом мешочке есть полноценная игра. Удобно где-то в очереди. Когда пришли в поликлинику, в банк и еще куда-то, где надо занять чем-то ребенка в продолжительное время, то вот эта игра – это прям будет настоящее спасение для вас. И у нас здесь есть карточки. С одной стороны мы видим изображения различные. Здесь есть подсказки, отгадки. Кверт ногами они написаны, чтобы читающие дети не могли сразу прочитать. И картинки очень понятные. Ребенку сразу становится ясно, о чем идет речь. Для самых маленьких деток я предлагаю такой вариант занятия. Вы показываете карточку, для того, чтобы ребенку было проще догадаться, о чем идет речь. И читаете загадку, которая у нас написана с оборотной стороны карточки. Он высокий, словно шкаф. Желтый, в пятнышко. И малыш отвечает, жираф. Если ребенок отказывает правильно, вы отдаете ему карточку. Если отгадал неверно, карточку откладываете. Для деток постарше есть другой вариант. Сейчас я вам покажу его. Мы карточки кладем на стол, всю колоду. И уже не показываем ребенку подсказку. Он должен сам догадаться, внимательно слушать, о чем идет речь. И, сопоставив все данные, понять, что же это такое. Летает быстро, высоко. И гнезда вьет сестрица. Догадался, кто же это? Это, друг мой. Птица. Такие замечательные загадки. Если вы находитесь где-то в очереди, то вы можете взять вот несколько карточек, позагадывать. Подошла ваша очередь, вы убираете все быстренько, и игра закончена. Если же вы дома, то можно более продолжительное время играть. Главное, если вы заметили, что малыш уже устал, и внимание у него рассеивается, он уже потерял интерес, то лучше сразу закончить игру. Для того, чтобы, когда вы в следующий раз начнете свои занятия, у ребенка ваши занятия вызывали радость, и ему хотелось дальше и дальше продолжать играть. Вот такие вот замечательные игры от компании Бомбипон. Надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор. Большое спасибо за внимание, и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова